Итак, сейчас мы будем с вами мастер-класс по японской барабану. Мы находимся в Дзюдо Фасаде на празднике фестиваля Дзюдо Каскад приглашает друзей. В этом году 30 лет клубу Дзюдо Каскад. И давайте немножко посмотрим на мастер-класс и узнаем поближе, что такое японские барабаны. Дзюдо Каскад. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все, Игорешка, встаем, палочки. Сейчас. Так, давайте насквозим. Нужно несколько вопросов. Сейчас, подождите, сейчас, сейчас. По очереди. Так, сейчас очень большим спросом пользуются японские барабаны. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгения. Евгения, вы руководитель японских барабанщиков? Да, я руководитель ансамбля «Мияди», ансамбля японских барабанов. Скажите, пожалуйста, как давно существует вот это искусство японских барабанов? Ну, по себе, искусство японских барабанов существует очень давно, но традиция объединяется вот в такие команды, ансамбли, она, наверное, только с середины 20-го и 20-го и 20-го. Барабаны больше участвовали витуально на предприятиях, в фильме, в музыке. Ну, вот такого концертного плана, в искуплении, наверное, это уже тренд с середины 20-го и 20-го. А насколько популярно сегодня в России это искусство японских барабанов? Мне достаточно популярно, потому что и люди приходят, спрашивают, и приходят на концерты, и достаточно много талантных японских, включая роль в России, в Москву в том числе, развивать. Это всегда с большой радостью зрителям вас приливается. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то клубы специальные, где обучение проходит в игре на японских барабанах? Я вижу, что это очень, так сказать, не только музыкально, но и также очень физически развивает человека. Да, в идеале, мне кажется, это должно быть очень гармоническое сочепание боевого искусства и музыки. Далеко не всегда сейчас можно потренироваться именно тому и другому, либо боевое искусство, либо музыка, у нас такая специализация едет. Но когда мы занимаемся, у нас обязательно есть тренировка силовая, когда мы отдельные приемы треним, есть разминка. То есть мы стараемся как-то форму физическую тоже держать. Но мне бы хотелось, чтобы это было больше взаимодействия с полным искусством. А где в России такие центры, клубов, где практикуют японские барабаны искусства? Наша группа – это часть центра музыкальной культуры мира при Московской консерватории Непетра Ильича Чайковской. Центр музыкальной культуры мира занимается изучением традиций игры на инструментах всего мира. Японские, китайские, иранские, корейские. В том числе есть классы японских инструментов, в том числе и японские барабаны. Мы уже на протяжении многих лет производим культурный обмен, взаимодействие с японскими сэнсэями, которые учат нас играть регулярно. Мы к ним ездим, или они в мастер-классы нам. Необходимо ли иметь какое-то музыкальное образование? Вы знаете, мне кажется, большинство участников нашей группы не имеют языкально-образовальное, специальное. Поэтому это не является ограничением при наличии большого желания. Что бы Вы пожелали настоящим и будущим японским барабанщикам? Я бы пожелала упорства. Упорства и всегда стремиться к достижению цели, ставить перед собой сложные задачи и достигать. Спасибо большое. Продолжение следует.